Майкл Наки, который ответит на наши и ваши, если у вас таковые будут вопросы. Майкл, привет! Добрый вечер, здравствуйте! Да, Майкл, мы прямо сейчас на Ютубе проводим голосование, хотим узнать у наших зрителей, какой из версий больше всего склоняются они. Вопрос звучит следующим образом. Кто стоит за убийством Владлены Татарского с точки зрения организации? И наши варианты ответов. Украинские спецслужбы, российские спецслужбы, российские партизаны, возможно, либо Евгений Пригожин, который по стечению обстоятельств, а может быть, все не случайно, и он каким-то образом действительно там замешан, может быть, он тоже стоит за этим. В общем, я одновременно призываю и зрителей наших в этом голосовании принимать участие. И тебя хочу спросить, какой из версий ты больше всего склоняешься? Ну, на самом деле, в смерти Владлена Татарского, он же Максим Фомин, организовал Владлен Татарский. Если вы долго зовете войну, если вы долго призываете смерть и убийство, она обязательно к вам наведывается. И вот она пришла по его душу. Ну и непосредственно от статуэтки Владлена Татарского он и погиб. Если говорить про тех, кто, собственно, исполнял весь этот перформанс, ну, понятно, у меня нет никаких инсайдов, и понятно, что информации на данном этапе мало. Однако, там, первое, что приходит в голову, да, вот если мы в целом смотрим на войну, это там, соответственно, что каким-то образом это организовал ГУР или СБУ, или, значит, какие-то вот самостоятельные элементы внутри Украины, но с этой версией есть проблема. Даже несколько. Дело в том, что если вы планируете уже там полноценный, полномасштабный взрыв в Петербурге, а не просто какую-то где-то разовую акцию, это не очень понятен выбор цели. Ну, то есть Владлен Татарский, несмотря на то, что в Z-сообществе, да, вот в Z-телеграм-каналах персона достаточно заметная, по факту никто и звать его никак. Ну, то есть как-то вот я не уверен, что у среднестатистического телевизионного российского зрителя есть большое представление о том, кто такой Владлен Татарский. Это меня несколько смущает в этой версии. Более того, мы помним, что когда была версия, например, с Дугиной, да, и когда это тоже пытались увязать к украинской стороне, там что-то появлялись какие-то фотографии, номера, еще чего-то такое. Здесь же просто голяк. Ну, то есть вообще ничего нет. Ни одной ниточки нам за сутки не продемонстрировано, кроме там Национального антитеррористического комитета, которым заведуют Кабанов, и который не очень настоящая организация. На самом деле там организация из нескольких человек по факту стоит. Вот если вы посмотрите, то за НАК все время говорит Кабанов, не потому что он какой-то там важный спикер, а потому что там в НАКе почти никого и нет больше. Вот, и поэтому вот эта версия, она как-то кажется на данном этапе менее вероятной. Очень версия про Пригожина кажется правдоподобной по нескольким атрибутам, потому что, ну, кто у нас остается? У нас остаются партизаны, Пригожин и силовики. Если мы разберем силовиков, не очень их стиль. Ну, то есть ФСБ и вот всякие такие вещи, они не очень гуманистические, поэтому им плевать мирное население убивать, немирное население убивать. Но вот здесь, понимаете, в чем дело? Волна сочувствия, которая может подняться для того, чтобы как-то оправдывать репрессии или, значит, напугать людей, она гораздо меньше, чем она могла бы быть, если бы это был там, я не знаю, какой-нибудь концерт Газманова или тур Шамана или еще что-нибудь такое. Да, то есть как-то, ну вот, для ФСБ довольно странное с точки зрения устрашения мероприятие выбрано, потому что, ну, по сути, кто погиб один владелец татарский, пострадали фашисты, которые пришли на не просто его сходку, это не просто творческий вечер, это регулярное у них собрание, которое называется Киберфронт-Зет. И там они всячески помогают российской армии, всячески ее поддерживают, ну вот, назвались фронтом, что называется, полезайте в кузов. И поэтому, как бы, большой жалости, гигантской волны сочувствия мы не наблюдаем. Вот там показали какой-то жалкий веночек около вот этого места, но, собственно, я не знаю, на кого это рассчитано, там один-два человека какие-нибудь пришли, и то-нибудь по указке сверху. Поэтому с ФСБ вряд ли, а если это просто политическое устранение, которыми занимается вторая конституционная служба ФСБ, тогда слишком грязно сделано. Ну, то есть они предпочитают какие-то более деликатные методы, типа яд, выстрелы и прочее. Поэтому версия с Пригожиным пока представляется мне наиболее актуальной по нескольким причинам. Одна из них — это то, что вообще у группы Вагнера есть большое резюме, так как после подписания Минских соглашений по, скажем так, информации, которая ходит в провоенных российских кругах, связанных с Донбассом, будь то Мурс, будь то Стрелков, будь то полевые военные командиры самопровозглашенных республик, именно вагнеровцы занимались зачисткой неугодных полевых командиров, которые, значит, после заключения Минских соглашений решили, что они очень крутые, что они могут под себя подмять, значит, оккупированную Россию фактически территорию Донецка и Луганска, и вот начали взрываться в лифтах, в ресторанах и вот это все. В общем, вот эту вот всю историю приписывают именно вагнеровцам. Недавнее убийство Игоря Мангушева, тоже одного военкора, гораздо менее известного, но у которого была такая минута славы, когда он с черепом выступал на сцене, в нем тоже многие подозревают в этом убийстве именно деятельность группы Вагнера, потому что убит он был глубоко в тылу, убит он по характеру полевого ранения и то, как оно было вот в голове у него на затылке, убит он был, соответственно, стоя на коленях, и убит был в районе, где примерно существует блокпост Вагнера. Это, значит, в провоенных кругах называется «Дело Берга», потому что позывной у него был Берг, и как-то до сих пор они задают периодически эти вопросы, вовсю намекая на Пригожно. А Дарья Дугина, Мангушев и Владлен Татарский объединяет их то, что они все так или иначе сотрудничали с Пригожиным, кто-то работал напрямую на него, а кто-то, как Владлен Татарский, брал какие-то эпизодические заказы. Например, телеграм-канал «Воля» говорит, что источники, их источники в кругах Пригожина рассказывают, что последние два месяца, значит, Владлен Татарский как-то очень поверил в себя и начал не просто там просить деньги за его услуги, а буквально требовать, причем у всех подряд, и у Минобороны, и у Пригожина, и у многих других за размещение. Ну, Пригожин человек понятийный, и такого может, что называется, не очень стерпеть. Более того, такая вычурность именно в убийствах, да, вспомните Гиви, вспомните Моторолу, вспомните другие эпизоды, которые были в самопрошенных республиках. Это тоже громкие события, убийства в общественных местах, и вот поэтому как-то вот многовато пока вещей, ну, я уже не говорю о том, что сам ресторан был Пригожинский, который он отдал вот под эти Z-конференции, и то, что офис Пригожина рядом, все это каким-то образом, мне кажется, дает представление, что вполне можно версию именно Пригожина рассматривать. Ну и последнее, с протестом, да, и с самоорганизацией, с таким, что вот это, значит, какие-то люди антивоенных взглядов, которым все это надоело, и которые решили проявить свою гражданскую позицию. Не исключаю, но пока сложно об этом говорить. Мы, к сожалению, не сможем узнать это у самори Дарьи, которая считается подозреваемой, потому что она теперь в руках ФСБ, очевидно. Это значит, все, что она скажет, не имеет никакого смысла, потому что это будут слова, которые будут вложены в нее. И в этом преломлении мы, к сожалению, пока не можем понять, была ли там какая-то структура, не была, есть ли такого рода сопротивление, что, значит, вот это вот все означает. Ну, может быть, в ближайшее время появятся какие-то заявления, кто-то возьмет на себя ответственность за произошедшее, черт его знает. Ну, пока вот только Илья Пономарев что-то там сказал, но Илья Пономарев, как известно, убил Мертвое море и утихомирил Тихий океан, да, поэтому его как-то заявление не подкрепленное, ничем мы не можем рассматривать с точки зрения подкрепления той или иной версии. Вот как-то так. Вкратце я вижу случившееся, но еще раз подчеркну, что убил Владлена Татарского имера Владлен Татарский. Не желайте смерти, не ходите вокруг смерти, не зовите ее к себе, потому что она очень часто откликается на ваш зов. Ты знаешь, в этом смысле, конечно, Владлен Татарский не единственный, ну, теперь уже был, не единственный, кто эту самую смерть призывал. И я уверена, что ты вчера следил за реакцией пропагандистов. Она была самая разная от того, что некоторые вспоминали, каким он парнем был, до того, что требовали какого-то ответа. Он Маргарита Симоньян буквально вопрошала, просим ли, забудем ли. Но мое внимание привлек пост пропагандиста Корнаухова из зоопарка Владимира Соловьева, он написал следующее. Думаю, кого из нас они убьют следующего? И где? При выходе из дома, сбросом с квадрокоптера в окно, подрывом машины, сталкиванием под поезд метро? Сколько нас останется живыми? К концу СВО практически. А в рифму написал Сергей Корнаухов. Как ты думаешь, это его опасение? Является ли оно оправданным? И, скажем так, ну что же, первому игроку приготовиться? Ну, первому игроку надо быть готовым давно. Правда, мы предпочтем видеть его в суде. Значит, а всем остальным, да, слушайте, тут надо понимать, что вот как раз вот людям уровня Корнаухова, вот этой вот всей бесконечной перхоти и швали, им нужно опасаться больше всего. Потому что если какой-нибудь Соловьев и Симоньян все увешаны охраной, да, то вот эти люди нет. Ну, то есть они легкая мишень, довольно-таки легкая мишень. Поэтому вот всем пропагандистам среднего пошиба я бы рекомендовал, что называется, поменьше расковырать свой рот, рассказывать про то, как и кого они когда будут убивать, потому что, ну, это делает их очень заманчивой мишенью и технически осуществимым. Что касается того, будут ли еще, и стоит ли им переживать, ну, слушайте, это четвертый человек, да, если мы считаем Стримаусова. Ну, ладно, Стримаусова мы можем не считать, потому что, ну, его там с вероятностью 99,9% уничтожило российское государство, да, в день освобождения Херсона, ухода российских войск из Херсона, поэтому его как бы за скобки можем вынести. Хотя в целом не так важно, кто конкретно за этим стоит. Мы видим вот просто тенденцию, да, что вот эти вот люди, которые активно рассказывают, как, значит, Украина будет уничтожена, они имеют свойство умирать. И достаточно активно. Мы видим, что возможности расширяются, причем не обязательно именно украинские возможности, да, что в целом контроль со стороны власти, контроль со стороны Путина, применение насилия, он ослаб. То есть монополии на легитимное насилие у Владимира Путина больше нет. Мы регулярно видим новости о том, как в Белгородской области, в Брянской области, кто-нибудь купил два автомата и гранату, и что-нибудь такое. Кого-нибудь поймали, значит, в Москве, Сен-Лау в багажнике и все прочее, да. Это только то, что мы видим. А то, чего мы не видим, его гораздо больше. Поэтому насилия станет больше, убийств станет больше. И, конечно, вот люди с активной провоенной позиции, да, которую призывают эту самую смерть, они, конечно, очень сильно рискуют. Я даже видел, значит, одного там не очень известного в этой стезе человека, потому что он выступает в жанре YouTube шортс. Но поскольку я за шортсами активно слежу в последнее время, он мне начал попадаться. Он набирает нам по несколько миллионов просмотров, рассказывает тоже, что в России всех победит, все прочее. Вот он вчера записал видео, что, вы знаете, вот я, наверное, не уверен, что я буду продолжать это делать на своем канале, потому что я вот думал, что, ну, если Россия проиграет, то нас всех, конечно, убьют. Но я, говорит, не ожидал, что во время того, как будет идти война, вот в наших домах, в наших же городах, нам вот есть угроза. Ну, она, как мы видим, есть, она никуда не денется и, более того, будет лишь увеличиваться. И вот эти пропагандисты должны брать это в расчеты. Я вижу, что уже многие берут. Слушайте, мы уже видим последствия. Мы видим, что вот эти всякие фашистские кружки отменяют свои встречи, как магазин листва. Мы видим, что часть организаций, которые занимаются сбором, всевозможными сборами для российских армий, говорят, что они не будут больше принимать технику, потому что боятся, что там будет бомба или еще что-нибудь. Ну, то есть дроны и все прочее. Теперь только деньгами. То есть повышается барьер. Это хорошо, это здорово. Поэтому, да, они, очевидно, боятся. Боятся все больше, потому что смерть к ним подходит все ближе. Но, значит, самые умные из них будут 10 раз думать перед тем, как рассказывать, каких детей и где надо топить, значит, и кого и где надо уничтожать. А самые глупые – скоро присоединятся к большому галу-концерту Иосифа Казона, которые он дает уже какое-то время. Да, Майкл, хотел тебя спросить еще немножко по другой теме. Перенесемся чуть-чуть в будущее, в 2024 год, когда в России должны пройти президентские выборы, как ты прекрасно знаешь. И сегодня издание РБК написало, что чиновникам провели целый семинар по внутренней политике, сказали, что на президентских выборах Путину нужна явка 70% и 75% за Владимира Путина. Как ты считаешь, вообще будут ли эти выборы? Действительно ли они будут пытаться добиться вот этих результатов, которые сегодня сливали? И зачем это вообще Путину нужно, если выборы будут? Смотрите, значит, ну, выборы как инструментарий, да, то есть голосование все такое, будут, конечно, никуда они не денутся. В очередной раз они там объявят, что сейчас избираем Владимира Путина, нарисуют сколько надо. Я думаю, что будет гораздо больше нынешних показателей, то есть будут рисовать там под 80, если не 85, кто-нибудь где-нибудь переусердствует и прочее. Но я вам честно скажу, я не очень считаю это важным. Ну, то есть я считаю, что никаких выборов уже нет. Обсуждать их довольно бессмысленно. Ни одного инструмента для того, чтобы даже само голосование оставалось более-менее прозрачным, не осталось в России вообще. Нет ни наблюдателей, ни голоса, ни, значит, кого там, ни разрозненных партий, да. Все партии российские, сейчас они как бы выбрали, ну, вот, встать плечом к плечу, да, и даже особо, значит, никак не возникать. То есть не будет наблюдателей от партий нормальных. Будет электронное голосование во все поля. Ну, то есть не будет ни значимых кандидатов, ни реальной конкуренции, ни какого-то возможности даже протеста и прочее, прочее. Поэтому, честно говоря, ну, от выборов здесь не больше, чем было у Чаушеску, что довольно, что называется, показательно. Параллели очевидные, приводить, углубляться в них мы не будем, потому что всегда можно потешить свои эго параллелями, да. Но вот тот, кто серьезно обсуждает выборы в 2024 году, имеет на это полное право. Я эту позицию уважаю, особенно у тех, у кого это там профессиональный интерес, особенно кто думает, как можно там вот каким-либо образом хотя бы повлиять на это, да, и не дать полностью вот нарисовать все. Все я это очень уважаю, но, слушайте, в условиях текущей войны полной зачистки тотальных репрессий, диктатуры, значит, отсутствие всего, мне кажется, как-то сложно даже рассуждать об этом. Вот, мне кажется, смерть Владимира Чурова это в том числе предвестник того, что, что называется, и живые позавидуют мертвым, что с точки зрения электорального процесса мы, конечно, даже подумать о том, чтобы назвать это выборами, ну, не сможем. А цифры, они теперь могут вообще любые рисовать. Они и на последних-то выборах очень много нарисовали, да, рекорд, там 20 миллионов, по-моему, они нарисовали. Но вот сейчас они там нарисуют все, то есть выборы, на мой взгляд, потеряли вообще какое-либо значение, несмотря на то, что вы увидите огромное количество постов, видео и всего остального, где вам будут говорить, что это для Путина тревожный момент, он боится растерять лояльность, он уязвим, он становится хромой уткой, надо вот как-то, значит, очень внимательно следить за российскими выборами. Опять же, все эти позиции я очень уважаю, но в условиях войны и диктатуры, честно говоря, не очень разделяем. Да, ну, конечно, мы все знаем, что давным-давно в России честных президентских выборов или даже намека на сколько-нибудь честные выборы уже нет, и ожидать этого, естественно, глупо, и при этом Владимиру Путину, конечно, на мнение народа абсолютно плевать, но, как говорят некоторые политологи, многие, наверное, про то, что Путину не плевать на мнение своей элиты и вообще на взаимодействие с элитой, и вот сегодня, по-моему, уже не первый раз появляется эта новость, что чиновников и различных других там представителей элиты их ограничивают и чуть ли даже не отбирают загранпаспорта, чтобы они не смогли уехать за границу, как-то убежать, видимо, и больше не возвращаться в Россию. Что, Майкл, ты об этом думаешь? Это такой слух и пугалка или действительно власти, там, ФСБшники пытаются сохранить элиту именно в России, чтобы, не дай бог, никто не уехал и ограничить им все? Проверить я это никак не могу. Собственно, у меня нет никаких источников, но это вполне в логике действия нынешнего режима. Как это вообще работает? Что такое закручивание гаек и установление диктатуры? Дело в том, что вообще в диктатуре все строится на уверенности людей в том, что диктатор это тот, без кого нельзя. Это вот тот, кто поведет вперед, это тот, кто будет побеждать. Как правило, в любых диктатурах, поскольку это ущербная форма правления, ущербная она не потому, что нам не нравится, когда один человек с ними правит, а потому что, когда один человек с ними правит, у него нет достаточного количества информации, специалистов, критического мышления и всего остального для того, чтобы принимать завершенные решения. Вообще, надо понимать, что все формы правления, которые существуют, Мы там за демократию и против диктатуры не потому, что, значит, на вот там священное писание какое-нибудь нам прилетело, да, потому что те или иные формы правления показывают себя лучше или хуже в определенных обстоятельствах. Вот диктатура показывает себя хуже практически во всех обстоятельствах, обстоятельствах войны, экономических кризисов, развития и чего угодно еще. И вот, значит, диктатура и диктатор, как правило, начинают ошибаться, когда они начинают ошибаться. Доверие и вера в них падает, в том числе со стороны силовиков, со стороны элит, да, диктатура держится исключительно на элитах и силовиках. И, значит, в какой-то момент, когда эта вера падает, какое-то количество людей, так сказать, предвосхищая какой-нибудь кровавый переворот или бескровный переворот или какие-то будущие проблемы или усиливающуюся паранойю диктатора, да, которая тем выше, чем больше он переживает за свою жизнь, мы это видели на Иване Грозном, мы это видели на Сталине, мы это видим на Путине, они, значит, понимают в какой-то момент, что, наверное, в ближайшее время наступит такая большая турбулентность. Ну, то есть Владимир Путин начнет вымарывать собственную элиту, начнет ее сажать. Вот я думаю, что в обозримом будущем, прям ближайшем, мы увидим перестановки в ФСБ довольно громкие, не только из-за того, что происходит, но и в том числе потому, что там, скажем так, есть со здоровьем проблемы, ну, в общем, все вместе там наложится, и мы увидим громкие перестановки. Не суть. Суть заключается в том, что элита понимает, что ее будут пожирать, что система пожрала уже всех, кого может, и они, собственно, следующие, да, что называется, стирать с фотографий, поэтому какая-то часть этой элиты, как воскопоставленной, так и невоскопоставленной, да, потому что вот у каждого представителя элиты, у него есть какое-то дерево вассалов, да, вот, которое, значит, на него работает. Проблема для них заключается в том, что в тот момент, когда отрубают голову метафорически, а иногда и не метафорически, их, значит, лидеру, он все, ну, то есть вся пирамида рассыпается, они все тоже идут какими-то соучастниками по каким-то делам. Когда их феодал, да, он больше не у власти, то весь вот его приход, что называется, рассыпается. Понятно, что не всем людям внутри элиты нравится такой расклад, не каждый из них готов там делать ставку в казино, и они все больше и больше задумываются о том, чтобы уехать, тем более, что к апрелю 2023 года рассказы российских властей о том, что мы точно выиграем эту войну, у нас точно нет проблем с экономикой и все прочее, они уже не выглядят надежными, вот, поэтому, конечно, какой ответ на эту систему? Мой ответ пресекать, да, запрещать, отбирать паспорта, это не только же в элитах происходит, мы видим, что то же самое делают крупные госкомпании, типа во Вконтакте или Сбербанка, да, которые такие, окей, мы можем даже оставить удаленную работу, но вы должны это делать из России или увольняться, да, ну, то есть все максимально пытаются вернуть всех назад, запереть и, значит, никаким образом не отпускать. Это логичное продолжение диктатуры, поэтому мне это кажется вполне правдоподобным, но еще раз подчеркну, проверить это я никак не могу, у меня вот нет никаких ни источников, ни магического шара. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...